Смелым в руке Татьяна уже третий год и ни на минуту не пожалела, что стала работать учителем. В этом году Татьяна Сергеевна набирает своих первых первоклассников. Работа впереди серьезная, только вот за все труды, включая продленку, классное руководство, Татьяна получает 12-13 тысяч рублей в месяц. На жизнь, говорит, хватает, и пока работу девушка менять не собирается. Ее профессия сегодня одна из самых востребованных на рынке труда, только вот желающих работать нет. В школе не хватает больше 30 педагогов начальных классов. Много работы и с детьми, и с бумагами, и с родителями, большая ответственность. Каждого нужно научить, поэтому учителя должны оплачиваться выше. Плюс один педагог в штате. Виктория Румянцева в 28-й школе – новобранец. Она с 1 сентября будет учить детей русскому языку и литературе. Виктории, как неопытному педагогу, без стажа можно будет рассчитывать на зарплату в 5 тысяч рублей в месяц. Но даже без педагогического опыта, по словам директора, молодой учитель – ценное приобретение. Самое главное – это опыт. Опыт сразу не приходит. Как только появляется опыт, то зарплата начинает потихоньку расти. 28-я школа была в лидерах по недокомплекту. Не хватало 9 педагогов. Сейчас открытыми остаются лишь три вакансии. Первый раз мы испытали вот такой какой-то испуг. Даже будет ли у нас все закрыто 1 сентября. Но потом были приятно удивлены, что оказывается на рынке труда спрос на профессию учитель возросла. Сейчас в базе данных Центра занятости населения 38 вакансий на профессию учитель. Самая маленькая зарплата, которую предлагают, это 5,5 тысяч рублей. Допустим, в школе номер 13 требуется учитель английского языка. Самая большая зарплата – это от 10 тысяч рублей. Окей, смотрим. В специальной коррекционной начальной школе детский сад номер 58 здесь требуется учитель начальных классов. Маленькая зарплата, когда элементарно не хватает на жизнь – это первая причина, почему учителя уходят из профессии. Однако в преддверии учебного года это стало поводом сменить работу лишь для единиц, а не хватает больше сотни педагогов. В особом дефиците учителя начальных классов, физкультуры и английского языка. Во-первых, у нас сейчас наблюдается положительная динамика, и количество первоклассников увеличивается. Преподаватели английского или немецкого языка находят более высокооплачиваемые работы, но, тем не менее, надеемся, что найдутся патриоты. В управление образования заверили – ситуация не критическая. Желающие учить детей найдутся, и пробелов в просписании в новом учебном году не будет.